Всем добрейшего денечка, с вами Сплав и я, Якушенкова Маша, альпинистка, скалолазка, инструктор дюд и просто хороший человек Давайте поговорим про быт в походе, как организовать себе уютное гнездышко в диких условиях и перестать страдать от недосыпа Ну хотя, если вам нравится страдать, то кто мы такие, чтобы вам запрещать? Сон и чил на биваке – важнейшая часть любого похода По важности отдых уступает только поглощению еды на фоне живописных окрестностей И то, и другое необходимо, чтобы нормально идти по земле или воде в течение дня и преодолевать поставленный километраж, все тяготы, трудности, лишения вашего похода В многодневных спортивных походах полноценный сон вообще стоит во главе всего и жизненно важен для безопасности группы По факту сон – это единственный способ полноценно восстановиться, когда вы пашете целый день на маршруте Поэтому помним, чтобы качественно страдать в течение дня, необходимо качественно отдыхать в его конце Сразу оговоримся, комфорт – история во многом индивидуальная И качество сна зависит от психологических аспектов, расслабления, спокойствия туриста, так и от технологичных Например, правильно ли выбран спальник и коврик, отдыхает ли у вас шея во время сна, пугает ли вас каждый шорох У каждого туриста со временем складывается свой перечень снаряжения и список ритуалов, которые позволяют чувствовать себя спокойно и комфортно Но начинается все со снаряжения Из самых очевидных примеров – спальник, в котором вы уютно спали всю Ликийскую тропу в начале весны В штурмовом лагере на 4-100 перед восхождением на Казбек не сможет обеспечить вам не то что комфортный, но хотя бы маломальски приемлемый сон Отсюда главный постулат – комфорт равно грамотное подобранное снаряжение И начнем с базы – с палатки Сейчас не будем говорить о том, как выбрать палатку для ваших приключений Но помним, куда и когда бы вы ни отправились, палатка – это ваше основное укрытие В ней не должно быть душно летом и слишком свежо зимой Чтобы в палатке комфортно жилось, нужно обеспечить нормальную циркуляцию воздуха Это уменьшит конденсат, а значит утром спальник и автолог не будут покрыты слоем влаги от дыхания А у вас не будет болеть голова от духоты Чтобы обеспечить комфортный микроклимат, нужно Открыть все вентиляционные окна – так будет меньше конденсата Максимально растянуть палатку, чтобы между внутренней частью и тентом было достаточно пространства И воздух проходил снизу и мог спокойно циркулировать В ветреной ночи наоборот, чтобы немножко умерить эту циркуляцию Можно по периметру обложиться вещами Так будет меньше сквозить Еще из опции можно построить ветрозащитную стенку снаружи Так будет еще надежнее Духместная палатка рассчитана на двух человек Не теснитесь в ней большим количеством людей Даже если кажется, что так будет нормально Хотя бывают ситуации, когда нормально даже в одном гамаке в обнимку с ногами напарника Но не нужно к этому стремиться на самом начале вашей туристической жизни Второе – это спальник И универсального спальника не существует В теплом непопогоде спальники тело вспотеет, намочит одежду и утеплитель После чего при самом драматичном развитии событий наступит переохлаждение Ну, либо вы просто будете спать потным, что тоже не очень комфортно Ну и вполне очевидно, что в слишком тонком спальном мешке невозможно согреться И глубокий сон не наступит, да значит, вы не отдохнете Большой не по размеру спальник очень сложно прогреть Раньше это была весьма актуальная проблема, особенно для туристов компактного размера Но сейчас многие фирмы выпускают спальники размеров шорт Либо как у сплав на Ростовку 190 И можно больше не таскать в рюкзаке лишний вес И если спальник все же велик, можно съесть объем, утромбовав многие сухие теплые вещи Но это скорее аварийное решение, чем рабочая схема Следующий пункт Не дышите внутрь спальника в надежде согреться С большой долей вероятности это сделает только хуже Утеплитель оцареет от влажного дыхания и будет меньше греть Тут есть ремарочка Лично я это правило всегда нарушаю Моя проблема – вечно мерзнущий нос Поэтому я взрываюсь в спальник по самой брови Утеплитель в районе головы оцаревает Факт, особенно в пуховом высотном спальнике Но иначе лично мне не удается уснуть Однако это проблема не мерзнущего в спальнике тела А мерзнущего вне спальника лица В общем, взрываться спальник лицом или нет решать только вам Но дыхание внутрь спальника как средство обогрева – это решение неэффективное Используйте вкладыш, он же лайнер, текстильный кокол внутрь спальника Он повышает температуру комфорта всей системы А главное, спальник остается чистым Если, конечно, вы не спите в нем по 100 дней в сезоне Значит, спальник можно реже стирать, а это сохраняет ресурс утеплителя дольше Следовательно, спальник прослужит дольше В холодное время года плотно затягивайте регулировки на капюшоне и вороте, чтобы не терять тепло Вне палатки храните спальник в гермомешке Гермомешок обеспечит сухость спального мешка в любых погодных условиях Если позволяют условия, на утро развешивайте спальник на солнце, чтобы консенсат испарился Но сильно не увлекайтесь этим высокогорья Ультрафиолет разрушает материал при длительном воздействии Теперь про туристический коврик Его часто недооценивают Не делайте так Коврик – это прослойка между вашим телом спальники и покровом земли Даже летом почва холоднее воздуха А по закону физики, более холодный предмет будет перетягивать тепло на себя Чтобы не остыть во время сна, нужно хорошо изолироваться Важно! Главное в коврике не визуальная толщина, а показатель R-value Коэффициент относительной изоляции Чем он выше, тем теплее ковер При складывании ковров один на другой показатель суммируется Используйте эту хитрость в холодное время года Надувные и самондувающиеся коврики мягче и удобнее Но не надувайте их до отказа Чем сильнее надут ковер, тем он тверже Рекомендация от меня лично Если вы сомневаетесь, нужен ли вам надувной ковер или нет, не сомневайтесь Лично я долго, слишком долго ходила с ковриком типа ижевской пенки Но единожды опоздав мягкость надувного ковра, больше не намерена от него отказаться Качество сна повышается в разы, а вес рюкзака и занятое место в нем существенно сократились Чтобы защитить надувной или самондувающийся коврик от прокола, используйте тонкую пенку 0,5 см достаточно Это прибавит теплоизоляции А для экономии веса обрезайте коврик У меня в комплекте к надувному коврику идет кусок строительного изолятора, которым я просто выстилаю все на палатке Спать голым в спальнике тепло – это миф Хотя наверняка найдутся исключения, которым просто тепло спать голым, как в спальнике, так и без него Но они не мы Лучше всего спать в термобелье И лучше, чтобы это термобелье было не то, в котором вы идете весь день Пот и ваша, собственно, соль сбивает ткань Она хуже дышит, соответственно, хуже греет Но ситуации и условия бывают разные Так что в чем бы вы ни спали, используйте вкладыш и будет вам счастье Для ночевки при минусовых температурах используйте тонкую шапку или баф Пританские ученые доказали, что до 20% тепла уходит через голову Ну, на самом деле, сколько бы тепла ни уходило через голову, теплопотери действительно ощутимые Не тратьте ваши ресурсы впустую Носите шапку Еще пригодятся сменные чистые сухие носки Не используйте компрессионные модели То же самое касается и белья Компрессия – плохо для сна В особенно экстремальных условиях пригодится баф на шею и перчатки на руки Дополнительные мелочи для сна Удобства создают мелочи И совсем не обязательно, чтобы они много весили Вы скажете себе спасибо, если у вас в походе окажутся Чуни Чуни – это утепленные носки с пухом или синтетикой Незаменимые в зимнем походе А девушкам рекомендуется и летом Ночью метаболизм замедляется и пальцы на ногах оставают первыми Поэтому они нуждаются в дополнительном слое Надувная подушка Она занимает мало места и весит не больше 50-70 грамм Но снимает нагрузку шейного отдела позвоночника Классический вариант походной подушки – это вещи, набитые в гермомешок Но это не всегда удобно Надувная подушка – это первая вещь в моем виш-листе походной роскоши Маска для сна Она пригодится в летнем походе по северу или в ясную лунную ночь Беруши Храп соседа или шорохи в лесу не будут тревожить, если заткнут уши Если у вас часто мерзнут ноги, кладите в спальник комплект химических грелок На тот случай, если ноги остынут посреди ночи Подготовка спального места в походе Как только вы остановились с целью поставить лагерь, все действия становятся подготовкой ко сну Оптимально окончательно выбрать место за час до сумерок Обследуйте место до темноты Сразу после остановки рекомендуется утеплиться Так как ночью температура сильно падает, а важно сохранить тепло после пика активности Еще одним важным пунктом является удача на установке палатки Но, как говорится, это не просто удача, а холодный расчет О том, как найти место и разбить лагерь, я рассказывала в отдельном видео Организация места для сна в палатке Эти действия сделают ночевку удобнее Ложитесь головой к выходу, там лучше вентиляция Не прикасайтесь спальником к тенту палатки, иначе конденсат за ночь пропитает утеплитель спальника Расправляйте спальный мешок сразу после установки палатки Ему нужно время для восстановления объема Закрывайте входы во внутреннюю палатку, чтобы насекомые и мелкие животные не могли попасть к вам домой Расположите фонарик, нож, телефон и другие важные вещи в конкретные места Если зима и холодно, рассредоточьте вещи по полу палатки Так будет теплее Подготовьте термос с горячим чаем Горячее питье может быстро согреть, если ночью станет слишком холодно Хотя, с другой стороны, может спровоцировать звонок гидробудильника на пару часов раньше, чем вам бы этого хотелось Упакуйте открытые и сильно пахнущие продукты в герму Или старайтесь не хранить их в палатке Дикие животные могут прийти за ними ночью Мелкие грызуны могут продырявить палатку и вынести надкусанную шоколадку А это обидно и вам будет не до сна Не менее важным является сбор снаряжения после ночевки Эти мелочи будут хорошим заделом для будущего комфортного сна Просушите тент от конденсата Снимите и просушите на солнце или ветру изнаночной стороной Проветрите спальник и коврик Раскройте и оставьте на открытом воздухе или солнце Но следите, чтобы их не унесло ветром Вытрахните весь мусор из палатки Резюме Выбирайте снаряжение по сезону и размеру Не отказывайте себе в маленьких атрибутах роскоши Типа беруш или подушки С опытом ваш спальный набор будет становиться минималистичнее И все более индивидуально ориентированным И будьте толковыми турягами Не оставляйте следов и получайте удовольствие с самого первого похода Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok